Безду Субтитры создавал DimaTorzok Вспоминаю прошлый год, остров Лирос, где мы первый раз приняли участие в Лиге Чемпионов. Как быстро развелились наши ожидания и надежды на успешное выступление. Но на это было множество причин, как объективных, так и субъективных. Это сейчас уже мы с улыбкой вспоминаем, как в прошлом году мы выступали с мематическими ружьями. В очень длинных и жестких стеклопластиковых ластах. Что вызывало недоумение и замешательство у всех, кто видел наши старые жения. Это было смешно, если бы не было грустно. Оказалось, что на большой глубине эти ружья не работают, ласты опять же не так работают, как нужно. Ну и к тому же мы эту рыбу видели первый раз, что и сказалось на результате. А результат был такой, мы заняли 20 место из 23 команд. Мы проанализировали наши ошибки, недостатки и как бы для себя выделили две основные проблемы, которые нам нужно было решить за год до следующей Лиги Чемпионов. Ну и было принято решение сделать поездку специально с ознакомлением и выбором того снаряжения, с которым охотятся греки в этих водах. Было приобретено лучшие ласты XS-1, которыми ныряют подводные охотники греки. Ружья Демко, новая ружья Демко, модель Вектор 85-сантиметровая и 105-сантиметровая. Также было посещение завода Тиковских ружей, где приобретено было ружья 90-сантиметровые и 120-сантиметровые. А со второй проблемой, которая заключалась в нашем физическом развитии, конечно, было сложнее. Но опять же наш капитан команды помог нам решить и эту проблему. Я понимал, что для ребят нужна подготовка какая-то специальная для того, чтобы они могли брать эту глубину ниже 35 метров. Потому что охота в Греции, в Игейских морях при видимости 40-50 метров, при той температуре воды, которая ожидается в октябре месяце до 30 градусов, должна быть глубокой. Естественно, уровень подготовки для них должен быть какой-то специальный. Мы с Сергеем Козленко были направлены в мае на сбор к неоднократной чемпионке мира, россиянке Наталье Молчановой. Перед Наташей Молчановой я ставил две задачи. Первая, чтобы ребята достигли максимальной глубины и чтобы она им рассказала методику непосредственно в режиме охоты, разработала эту методику. Она мне сказала, что она возьмет в отдельную группу ребят и конкретно с ними, с двумя поработает. Курсы Натальи Молчановой длились ровно неделю. То есть за неделю нам нужно было узнать то, что люди многими годами узнают. В общем, семинар был очень напряженный. В день четыре занятия. С утра мы занимались с Алексеем Молчановым на зарядке, включающие в себя общеразвивающие упражнения, упражнения на развитие подвижности диафрагмы и эластичности легочной ткани. После завтрака мы слушали курс лекций, который проводил Женя Евгений Бутов, инструктор фридайвинга из Ростова. Он сам медик и очень популярно и правильно рассказывал о физиологии фридайвинга. Наталья Молчанова проводила лекции по методикам тренировок. То есть было очень интересно. После лекции у нас было практическое занятие по нырянию в глубину. И уже вечером на берегу моря мы осваивали ДКВ. Так называемая деконцентрация внимания, которая, как оказалось, при глубоких нырках необходима. Занятие йогой, это дыхательная гимнастика Парнояма, дает очень большой толчок для развития апноэ. Это, так как Рома говорил, эластичность диафрагмы и эластичность легочной ткани. Итогом семинара явилось то, что мы с Сергеем Козленко ныряли на 40-42 метра уже без труда. И в конце максимум мы нырнули, соответственно, я на 46 и Сергей 43 метра. После этого мы поехали на море, охотились, тренировались, значит, занимались общей физической подготовкой, кроссовой подготовкой. Значит, отрабатывали методики продувки уже на Черном море. На Черном море мы проводили тренировки в районе Судака. У нас был тренировочный процесс полтора месяца. Это немного. Для того, чтобы, скажем так, достичь хороших глубин, нужно в течение года хорошо тренироваться. Тогда можно охотиться на 50 метров. В 2008 году, в этом году, турнир Лиги Чемпионов проходил на острове Кастелариза. Остров Кастелариза Остров Кастелариза очень небольшой. Насчитывается всего около 200 коренных жителей. Примерно в двух километрах виден турецкий берег. Поднявшись в гору, мы наблюдали остатков древних строений, заброшенный монастырь Святого Геория и крепость на входе в бухту. Удобная для стоянок яхт, уютная бухта острова привлекала на ночную стоянку путешествующих туристов. Яхты небольшие, маленькие, дорогие и очень дорогие причаливают прямо к набережной, где их радушно встречают хозяева маленьких кафе. Тихо, красиво, звучит спокойная национальная мелодия. В общем, полный релакс. Субтитры подогнал «Симон»! Капитан команды решил, что мы должны заранее приехать практически за три недели. Нужно было максимально подготовиться к нырянию, нормально подготовиться непосредственно в физической форме пранаямы. Мало того, Наталья Молчанова разработала им трехнедельный курс подготовки непосредственно к этим соревнованиям, естественно, которые они уже применили в процессе тренировок. У нас было достаточно времени, за три недели хорошо потренировать свое апноэ. Тоже мы йогой тренировались, выезжали на акваторию в район Турции, так как в район акватории возможных соревнований было запрещено даже, просто даже без ружей нырять. Очень тяжелый перелет, тяжелые погодные условия были. Как бы когда говорится о тяжелых погодных условиях, сразу почему-то представляется ветер, дождь, снег, но не менее тяжелой, когда жара 40 градусов, очень высокая влажность, то есть на улицу с часу до пяти часов дня никто не выходит. Температура воды в Игейском море была 30 градусов, то есть рыба, которая обитает и так глубоко, ушла еще глубже. То есть мельче 40 метров рыбы практически не брали. На тренировках мы определили свою тактику, то есть мы с собой привезли груз 3-килограммовый, с которым мы должны были погружаться, но мы поняли, что он неэффективен, этот груз. Мы немножко отработали погружение. Один человек отдыхает, второй его толкает за ноги в глубину, до 30 метров доталкивает и пускает его дальше. И охотник идет охотиться, а второй всплывает. И нам такой метод очень помог глубоко охотиться, так как все равно у нас еще одно и у нас по сравнению с чемпионами еще недостаточно. И мы с Ромой договорились, что будем работать так. 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 Нам очень повезло в жребии. Перед соревнованиями делался жребий выдачи лодок. И вытянута мною была хорошая лодка с хорошим капитаном, шкипером Стамошем. Он старался нам помочь, конечно, изо всех сил. И парень молодец, в общем-то, знал свое дело. Человек сам из Родоса, ближайший, будем говорить, находящийся к острову Кастролариза, который знал, в принципе, этот рельеф острова. Где-то мог нам подсказать, где-то мог нам подсказать, по шкиперам, которые тоже с Родоса, других команд, тактики, все его движения. На разведке акватории мы в первый день обнаружили рыбу примерно на 38-40 метрах. Это была пинга, стира, черная дорада. Для нас это как бы они одинаковые, но греки их различают по каким-то своим признакам. Мы их называем просто Белый Группер. И в другом месте семью Зубарей. Группер был на 38-40 примерно метрах. Зубарей чуть мельче, 30-32 метра. На второй день разведки акватории, другой акватории с другой стороны острова, тоже примерно мы увидели ту же картину. Те же самые рыбы большие. В общем-то, это давало нам надежду на то, что мы на соревнованиях есть, есть за что зацепиться и с чего начать. Очень важна была лодка в первые минуты старта. Хорошая лодка, которая как раз нами попалась. Потому что первые минуты старта – это старт, куда спортсмены в самой лучшей точке для нахождения своих рыб движутся. Был дан старт, ажиотаж, лодки летят в разные стороны, волны. В общем-то, все старались приплыть к своим замеченным точкам как можно быстрее. Потому что некоторые точки, такие знаковые, находили несколько команд там, где рыба. То есть, и кто первый придет туда, имел какое-то преимущество. В момент старта было все подготовлено. Ребята были одеты уже по форме и ожидали старта. Когда мы подъехали, быстро был скинут буй в том месте нахождения нами рыбы. Ребята прыгнули. Буквально прошло несколько минут. Это первого дня. Рома стрельнул рыбу. Я застрелил зубаря, к сожалению, который оказался незачетным. Ну, а на четвертом нырке была нами взята с напарником хорошая белая группа. Мы были первые, потому что до того момента никто еще из спортсменов других команд не стрельнул рыбу. И когда Роман стрельнул, пошел переговор между лодками, что украинцы стрельнули пингу. И эту рыбу, конечно, когда уже доставали, она прошла потом в информационных первых новостях дня, где Украину многие страны увидели. На скольки метров взяли рыбу? 47. 47 метров? Достаточно тяжелый был нырок у Ромы. И Рома немножко потянул бронхи. Я был испуган его состоянием, потому что немножечко отхарьковалась кровь. Естественно, вечером уже я попросил организаторов, попросил медика, чтобы он просмотрел Рому, потому что решался вопрос, будет ли он выступать, в каком состоянии сегодня находится на следующий день выступления. Доктор сказал, что ничего страшного, это небольшая баротравма, но на следующий день Рома был в хорошей форме. Ну ничего, Рома, молодец. Что я тебе могу сказать? В нашей стране, наверное, мало, кто на таких глубинах стреляет рыбу. В этот день мы застрелили еще одну зачетную рыбу зубаря. То есть первый день у нас было две рыбы зачетные. Это белый группер и зубарь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам было интересно, кто что стрельнул. Да, была у меня информация с лодки. Капитан мне говорил, что очень хорошо настрелял Яни Сидерис, порядка до 15 рыб. Хорошо стрельнула команда кипровская, хорошо стреляли итальянцы. Все брали рыбу. Единственное, было обидно, что у нас всего лишь две рыбы. Ну, мы увидели очень много куканов с рыбами. То есть у каждой команды по 5, по 8, по 10 рыб. Ну, у нас было только две рыбы. Ну, мы были, конечно, немного огорчены этим. Но потом это разочарование уже, думаю, так развеялось, после того, как взвешивалась вся рыба. Много рыбы, большое количество рыбы было незачетное. Естественно, это дало нам шанс выйти на 8-е место. Второй день соревнований, конечно, обрадовал меня. Я обрадовал шкипера, с которым я находился все эти два дня по 6 часов. Так как в момент изучения зоны акватории, первой зоны акватории, когда первый день соревнований был, рыбы не было, она сдвинулась. То есть, естественно, было течение, рыба как бы против течения ушла. И на том месте ее не оказалось. То есть это был поиск, трудный поиск для дальнейшей охоты. То во второй день, где мы ее находили в момент изучения зоны, она была. Условия были сложные, так как место находилось на мысу, течение было довольно-таки ощутимое, и рыба находилась глубже 43 метров. Значит, первого группера белого мы взяли на 43,5 метров. Он не доставил больших трудностей. А вот со вторым пришлось потрудиться. На 45,5 метрах он забился в грот и раненый там расперся. То есть пришлось нырять второй раз, его добивать, распутывать, вытаскивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова